Добрый день, уважаемые зрители! Московское время 10 часов 30 минут, начинаем нашу трансляцию, среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатуллин, я нас всех поздравляю, сегодня пятница. По вашим плюсикам я вижу, что с трансляцией все в порядке. Традиционно начинаем с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас вышло. Рано утром выходил индекс деловой активности в производственном секторе по Австралии. Значение выше 50, это положительный фактор, все достаточно неплохо. Затем выходили цены производителей и индекс цен производителей. Квартальные и годовые данные оказались не очень хорошие, поэтому динамика была разненаправленная. Если бы вначале укреплялся на хороших данных по Австралии, то потом он немножко уступил свое значение. Плюс этому еще способствовали данные по Китаю. Деловая активность в производственном секторе по NBC 51,7 лучше прогнозного значения, лучше, чем в предыдущий отчетный период. А вот по данным от HSBC картинка немножко другая. Она лучше, чем в предыдущем отчетном периоде, но хуже, чем ожидали по прогнозу. Но в целом мы видим положительную динамику, рост по отношению к предыдущим значениям, поэтому для Китая это очень позитивный фактор. Азиатский регион у нас потихонечку растет. Ну и плюс сегодня выступление было главы банка Японии господина Куроде. При этом еще и продажи транспортных средств были, которые тоже улучшились. Ну и в целом тон главы банка Японии можно выразить, наверное, вот в следующем. Японская экономика движется к инфляции в 2%. Это как бы обобщенный вывод из всего того, что он вообще сегодня заявлял. В целом, повторюсь, тон такой, что все в принципе нормально, движение идет нормальное. Нас пока что все устраивает. Средства, которые у нас есть, ничем не ограничены. Ну это я так немножко условно, да, утрированно говорю. Вот если более правильно говорить, то можно сказать, что он сказал, что обладаем огромным арсеналом средств. И в случае необходимости можем подключить любые абсолютно средства, которые понадобятся для того, чтобы двигаться в правильном направлении. И что бы ни произошло, мы добьемся инфляции 2%. Вот это было, пожалуй, ключевое в его заявлении. Далее. Сегодня нас с вами будет ждать по Германии деловая активность в производственном секторе. Тоже, опять же, здесь все достаточно позитивненько выглядит. У нас предыдущее значение выше 50-52, да, теперь еще по прогнозу ожидается еще выше. На 0,9% практически на процент. Это, конечно же, положительный фактор для Германии, ну а, соответственно, и для всей еврозоны. Ключевой момент, который сегодня нас всех с вами ожидает, да, кстати, деловая активность в производственном секторе по Великобритании вообще очень хорошая, посмотрите, да, правда, немножечко хуже, чем в отчетном периоде. Вот, и все эти данные, они, пожалуй, будут подведены итогом, который будет уже во второй половине сегодняшнего дня, в 16.30 по московскому времени, это non-farm payroll с количеством новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Судя по тому, который, как выходил ADP в среду у нас с вами, да, значение его будет достаточно хорошее, но вполне возможно окажется чуточку ниже прогнозного значения, которое спрогнозировали. Вот, ну и как отреагирует рынок в этот раз, опять же, совершенно непонятно, поскольку я уже неоднократно об этом говорил, что в последнее время все чаще и чаще реакции рынка происходят просто парадоксальным образом. То есть рынок реагирует с точностью до наоборот, как он должен был бы реагировать при так называемых нормальных условиях. Ну вот, ну и ключевой момент, это уровень безработицы, который выходит совершенно одновременно с этим показателем. Это, по сути дела, как бы две стороны одной и той же медали, количество новых рабочих мест и безработица. Да, вот в целом они, как бы, говорят о состоянии рынка труда на текущий момент в Соединенных Штатах. Вот это ключевой момент. Наверняка все вы знаете, что вот этот показатель, он Farm Perils называет индикатором, который двигает рынки. Естественно, все очень внимательно будут следить за этим показателем, как обстоят дела в Америке. И, как это ни странно, даже на наш российский фондовый рынок, отечественный рынок, это оказывает серьезное влияние. Вот можем посмотреть, что сегодня в 16.30, если кому-то интересно, чисто даже просто из академического интереса можете посмотреть, да, как котировки наших индексов, ММВБ и РТС очень сильно меняют свое значение после выхода вот этого показателя, Non-Farm Perils. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Сегодня тут еще есть деловая активность в производственном секторе, тоже очень хорошее значение ожидается, если действительно будет так. Это может продолжить, помочь укрепляться американскому доллару, на который мы, собственно, сейчас с вами и посмотрим. Вот так это выглядит с технической точки зрения. Как мы с вами и говорили в начале этой недели, да, она вся обусловлена ростом американского доллара, растет фьючерс на индекс американского доллара, практически вплотную же подошел к своему значению уровню Fibonacci 50-процентному, вот уже вблизи торгуется и поднялся выше вот этого диапазончика, который очень хорошо виден на недельном фрейме, вот в последнее время, чуть больше года уже, да, идет торговля, как раз вот, ну или год, правильно, наверное, будет сказать в этом диапазоне, пока что цены не покидали границы, вот были попытки только чуть-чуть преодолеть, но затем цены возвращались. И вот посмотрим, как у нас эта неделя закроется, выше или нет границы этого самого коридорчика, но, повторюсь, сейчас они, цена, эта цена фьючерса на индекс американского доллара торгуется чуть ниже 50-процентного уровня Fibonacci. Ну, теперь давайте, как всегда, традиционно посмотрим на шесть мажорных валютных пар, которые, собственно, входят в этот индекс американского доллара. И начинаем, как обычно, с обратных котировок, с пары евро-доллар. Тренд, нисходящий в фазе импульса, говорит один трендовый индикатор, но второй индикатор его не подтверждает. Если у нас здесь было значение отрицательное 3 нолика 58, 82, то здесь 49. 49, естественно, меньше, чем 58, значит, у нас, получается, гистограмма растет, находясь ниже нулевой отметки. Говорит о том, что сейчас по этому индикатору рынок находится в фазе отката. Поскольку здесь импульс, а здесь откат, мы видим, что индикаторы друг друга не подтверждают, поэтому мы вынуждены сидеть на заборе и курить бамбук. Никаких сделок по евро-доллару сегодня не совершается. Ну и тем более, те, кто торгует консервативно, уже традиционно знают, что в конце недели, в пятницу, я уже не рекомендую открывать позиции, лучше дожидаться понедельника, когда ситуация устаканится. Ну еще и тем более, что сегодня выходит вот этот показатель количества новых рабочих мест, на котором вполне возможно будут какие-то серьезные движения. А может быть и нет. Рынки очень сильно изменились в последнее время, после того, как в 2011 году были введены так называемые валютные свопы, практика валютных свопов между центральными банками, очень-очень сильно снизилась волатильность, просто катастрофически. И вот если, например, на тех показателях, которые сейчас выходят, мы бы с вами видели движение в 5-6 фигур, то сейчас это укладывается в рамках волатильности среднедневной, а иногда даже меньше бывает. Иногда рынки вообще никак не реагируют на достаточно значимые события. Итак, повторюсь, сегодня день бамбука, курим бамбук, сидим на заборе и по евро-доллару никаких сделок не совершаем с точки зрения консервативной торговой системы. По британскому фунту картиночка немножко иная. Этот индикатор у нас тоже говорит о нисходящем движении, но и его подтверждает индикатор СМИ. Посмотрите, если здесь у нас со знаком минус после нолика идет 2 0 14 653, то здесь после нолика 15. Это означает, что гистограмма понижается, она растет, ее отрицательное значение, поэтому импульс и здесь, и здесь. По британскому фунту сегодня день продаж, но посмотрите, пожалуйста, у нас есть очень характерный сигнал, сигнал дивера. Если здесь мы видим, что… Давайте отрисую. Вот направление движения цен. Цены у нас понижаются, да, а вот значения индикатора в том же направлении не движутся. И мы имеем так называемое несоответствие, которое я называю дивером. Ну, а на наших с вами занятиях вы, наверное, уже привыкли, да, это у нас именуется как отягчающее вину обстоятельства. То есть при том, что тренд нисходящий, да, у нас есть вот это несоответствие, которое, если бы здесь стоял не индикатор моментум, а его двойняшка индекс силы, force индекс так называемый, да, вот он впрямую говорит, что силы медведей в этой точке значительно меньше, чем были в этой точке. Поэтому вполне возможно, что на какой-то короткий период произойдет движение в противоположном направлении. Следовательно, если вы собираетесь открываться в продажу по британскому фунту, из-за наличия этого дивера нужно брать не более половины объема позиций вашей сделки. Это означает, что если бы без этого дивера вы открывались целым лотом, то сейчас будьте любезны, открывайтесь не более чем половиночкой. 0,5 лота, не более. Надеюсь, я доходчиво объяснил. Итак, направление сделки известно. Не забываем, что сегодня пятница, что сегодня non-farm perilous, лучше переждать до понедельника. Но, тем не менее, озвучиваю ситуацию, что мы сейчас с вами имеем. Был импульс, идет откат по осциллятору, поэтому ждем, когда откат закончится. И на начале прилива, отлив должен закончиться, на начале прилива, на начале формирования этой приливной волны должен быть сигнал осциллятора в продажу, совершенно четкий. И зафиксированный. Когда появится сигнал, это означает, что наступил момент входа. Это не значит, что нужно сразу оголтело продавать по текущим котировкам, которые будут на тот момент. Нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации. Вот если все срастется, если после момента входа будет еще консолидация, то в этом случае ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и квалифицируете свою сделку на соответствии правилам управления капиталом. В качестве цели уровень Fibonacci 23,6. Более глубокие цены пока что рассматривать не стоит. В абсолютных цифрах записываем 1,6635. Вот примерно такой расклад по британскому фунту. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Реакция должна быть традиционной. Если есть вопросы, вы пишете слово «есть», чтобы я сделал паузу, подождал, пока вы напечатаете. Если же вопросов нет, просто ставим плюсик, это означает, что вам все ясно, все понятно, и мы с ними мильными шагами идем с вами дальше. Поскольку я не вижу ни одного слова «есть», вижу только плюсики, это означает, что вопросов нет. Идем дальше и смотрим австралийскую валюту. Тренд в нисходящей фазе импульса, говорит нам трендовый индикатор. И второй трендовый подтверждает на 100%. По австралийцу сегодня день продаж. Нет отягчающей вино обстоятельств, нет никакого дивера, как это было на британском фунте. Картиночка немножко другая. Смотрим, что у нас здесь. Была волна отлива, и теперь по осциллятору вроде бы нарисовывается прилив чег. Но сигнала пока что нет, имейте в виду. Сигнал должен быть четкий, сформированный и зафиксированный. И только тот сигнал, который реально является сигналом. Например, если здесь сейчас произойдет пересечение этих двух линий, это еще не будет означать, что возник сигнал в продажу. Но это только для тех, кто хорошо знает этот осциллятор, который называется стахастический осциллятор или стахастик. На сленге его очень часто называют махастик. Поскольку он дает отмашку, во всяком случае, ваш покорный слуга именно так его и называет в своем узком кругу. Поскольку махастик отмашки пока что не дает, ждем, когда наступит момент входа. И вот только когда момент входа наступит, вы ощутите приятное мгновение, что да, вот оно, о счастье, наступил момент открытия позиции. Но это не означает, что нужно будет сразу продавать. Это означает, что нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации. Вот при таком расколбасе в рынок ни в коем случае не входим или вот на таких вот свечках нет. А вот когда ситуация вот такая вот, боковая, вот, комфортненькая ситуация, вот тогда сделочка и открывается. Открывается она отложенным приказом селл-стоп. На часовом фрейме вы определяете точку выхода, где вы будете выходить своим стоп-лоссом, исходя из объема вашего депозита. И в самом конце еще и квалифицируете свою сделку на соответствие правилу управления капиталом. В частности, одно из правил гласит, потенциальные прибыли должны превышать ваши потенциальные убытки не менее, чем в три раза. Смотрим, на что мы можем ориентироваться в текущий момент. У нас есть уровень Фибоначчи 38,2, самый ближний. Вот на него-то мы как раз и будем ориентироваться в качестве реальной ближней цели. Это значение у нас с вами 0,9145 по австралийцу. Какие будут вопросы, что неясно, что непонятно. Жду вашей реакции по австралийской валюте. По австралу пятачку все ясно, все понятно. Вопросов нет. Это не может не радовать. Идем дальше. Теперь смотрим триаду наших прямых котировок. Традиционно начинаем с японской иены. Япончик, восходящий в импульсе. То же самое подтверждает индикатор ОСМА. Сегодня день покупок. Мы четко знаем, но не забываем, что сегодня конец торговой недели. Плюсы еще сегодня нон-фарм появился. Смотрим, что происходит здесь. Внутренняя структура. Кстати, нет никаких отягчающих и инобстоятельств. Посмотрите, да? Все у нас шикарненько. Диверов нет. День покупок. Четко, совершенно ясно. Все известно нам. Смотрим внутреннюю структуру. Была мощная волна прилива. Теперь был отлив по осциллятору. И вот он, сигнал в покупочку есть. Пожалуйста. Сформированный, зафиксированный. Он уже не может отмениться. Поэтому открываем часовой фрейм. Смотрим. Пусть не идеальное боковое движение, как, например, здесь. Не всегда бывает рынок идеальным. Или вот как здесь, например. Пусть чуть больше, но тем не менее. Кому депозит позволяет, пожалуйста, посмотрите. Не такие уж большие разбросы. 40-пипсовый стоп-лосс вполне по силам. Кто сможет это осилить? Кому депозит позволяет, пожалуйста. Welcome. Но потом не говорите, что у вас не предупреждали. Итак, вы оцените ваше дельта S. То есть, что вы потеряете в случае, если позиция откроется, а потом цены пойдут против вас. И соотнесете с вашими потенциальными прибылями. А потенциальная прибыль на текущий момент не более чем 103, точка, и еще 57 за один американский доллар. И вот если соотношение будет больше, чем 3, когда делим прибыль на убытки, тогда сделка открывается. Если нет, то я бы рекомендовал вам от сделки воздержаться. Своя рука, владыка. Вы можете меня слушать, можете не слушать. Я не говорю, что я здесь самый умный. Но, если что, потом не говорите, что вас не предупреждают. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Вопросов нет. Ну, конечно же, это не может не радовать. Переходим к следующей валютной паре по нашему плану. Это швейцарский франк. Так, что нам говорит эта валюта? Один индикатор говорит, что тренд, восходящий в фазе импульса, а вот здесь у нас фаза отката. Поэтому по швейцарцу мы забираемся на забор, с удовольствием набиваем бамбуковую палочку и курим бамбук. И никаких сделок по швейцарской валюте не совершаем, поскольку индикаторы друг друга не подтверждают. Здесь у нас фаза импульса, а здесь у нас фаза отката. Поскольку нет стопроцентного совпадения между двумя трендовыми индикаторами, мы просто обязаны с точки зрения консервативной торговой системы забраться на забор и временно посидеть на заборе, покурить бамбук. Канадец. Тренд, восходящий в фазе импульса, говорит нам индикатор. Две скользящие средние. Теперь нужно посмотреть, как ведет себя ОСМА. Итак, смотрим. Гистограмма закрытого дня. Два нолика. 15,051. 15,394. Значит, гистограмма растет, находясь выше нулевой отметки. Нет отягчающих вину обстоятельств. Нет диверов. По канадцу сегодня 100% день покупок. То есть доллар канадской иене. Правильно называется эта пара. Не просто канадец, а доллар канадской... К канадскому доллару, извините. Не канадской иене, конечно. Это Брэд. Брэд Питт. Это английский хлеб. Итак, здесь все ясно. У нас сегодня покупки. Мы будем покупать эту валютную пару. Смотрим внутреннюю структуру. Ну что ж, здесь уже тоже есть сигнал. Был отлив. Давайте, чтобы удостовериться. Да, сигнал. Сигнал есть. Открываем часовой фрейм. Это уже не консолидация. Посмотрите, движуха вверх, движуха вниз. И вот на круг это все-таки, конечно, достаточно серьезный. Движение в разные стороны. Поэтому лучше подождать. Это все-таки у нас уже идет достаточно серьезная приливная волна. Поэтому момент уже упущен. Это можно было делать раньше, когда... Вот цены были где-то здесь еще внизу. То есть, по сути дела, только во вчерашнем дне. Сегодня это только в самом-самом начале торговли можно было сделать. Поэтому сейчас лучше воздержаться, подождать, когда будет очередная отливная волна. И потом на новой волне прилива по сигналу осциллятора, часовой фрейм консолидации, чтобы все-все-все-все у нас с вами сошлось. Здесь, к сожалению, все условия не выполняются. Поэтому самое грамотное, если действовать консервативно, а не оголтело, как это делают многие камикадзе на рынке Форекс, от сделки воздержаться. Ну, а поскольку мы от сделки воздерживаемся, о целях я сегодня и не говорю по этой валютной паре. Индикатив евро-франк после того, как покинул вот это движение между двумя уровнями, закрывался выше, да? Вчера было движение вниз, но закрытие оказалось не ниже этого уровня, который пока что торгуется вот здесь, выше. Владимир, пока что свой вопросик печатайте, мы потом его посмотрим. А за это время, я так полагаю, мы успеем посмотреть еще один финансовый инструмент, который входит в нашу традиционную обойму консервативного технического анализа. Это золото. Золото преодолело нижний уровень дончана. Фильтры продолжают смотреть вниз. Сейчас мы с вами поступим следующим образом. Скопируем эту линию. Теперь у нас нижний уровень здесь, но это старый пробитый уровень. Мы его не удаляем, а мы просто поменяем с вами цвет. Для чего это делается? Поскольку уровень пробит, очень часто финансовые инструменты, прежде чем двинуться дальше, возвращаются и подтверждают этот уровень. Смотрим внутреннюю структуру. Соответственно, наш полтинничек тоже смещается где-то вот сюда. Полтинничек строится очень просто. Максимум, минимум, суммируется, делится пополам, получается полтишок. Итак, сценарий. Отталкивание. Толчок от полтинничка. Но сейчас этот вариант не рассматривается, поскольку преодолели нижний уровень Дончиана. Значит, смотрим, когда цены подойдут. На четырех часах к этому уровню подтвердят его. И в случае, если произойдет отскок, то в этом случае можно будет открываться, поскольку пробитие уже произошло. А фильтр у нас смотрит вниз. Цель достаточно приличная. Можно ориентироваться на вот этот минимум. 1240 долларов. И еще 93 цента за одну тройскую унцию. Вот так обстоят дела по золоту. Итак, я жду вопроса от Владимира, который написал, что у него есть вопрос. Итак, ваш вопрос. Владимир, ждем вас. Надеюсь, что ваш вопрос по теме, по делу. Так, по канадцу сигнал наш 4 останется, и дожидаемся консолидации наш 1, то входить в сделку. Или опять ждать сигнал. Нет, нужно ждать нового сигнала. Поскольку сейчас момент упущен, значит, этот сигнал уже считается мертвым сигналом. Все, Бобик уже сдох. Поэтому мы ждем, когда будет очередной отлив. Но. Там. И так далее. То есть отлив, потом прилив, консолидация и так далее. Но. Это нужно будет смотреть в понедельник, и поведут ли так же себя трендовые индикаторы. Если у нас останется день покупок, значит, все останется в силе. Если же нет, то... Ну, не ж могла я, как в том-то самом анекдоте. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. А вопросов никаких нет, поскольку у нас очень продвинутые слушатели нашего курса. Они понимают, что в пятницу смотреть аллигатора совершенно бессмысленно. Поэтому они даже не просят показать хищную, агрессивную торговую систему, которая называется «могучий аллигатор». Ее мы отложим до лучших времен. Поскольку пожеланий никаких нет, то давайте мы с вами очень любезно раскланяемся. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. Еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. Как всегда, желаю вам всем удачи. Будьте внимательными, осторожными, берегите себя. Удачи всем!